Всем привет! Меня попросили рассказать более подробно про американские школы, про тот опыт, который у нас уже появился в связи с их, так скажем, поступлением в них. Поэтому я решила записать это видео. Сегодня наше знакомство с школой началось с того, что мы пришли в сами школы. У нас две разные школы. Одна elementary school, потому что у нас дети учатся во втором и третьем классе, и одна middle school, но наша школа называется junior high. Ну, у них так вот иногда middle называется, иногда junior high, это как бы средняя школа. Вообще в Америке школы, ну, вот так как у нас принято, одной общей школы для всех детей нет. Здесь дети учатся в трех разных школах в течение всего периода обучения с первого по двенадцатый класс. Есть начальная школа, которая называется elementary. Обычно в нее входят классы от нулевого до пятого. Middle school входит от шестого до восьмого, и в high school от девятого до двенадцатого. В нашей школе elementary классы от нулевого до шестого. Нулевой класс — это что-то типа нашего, ну, у них это называется kindergarten. Garden, там дети учатся с пяти лет. Это типа школа, но она, конечно, больше похожа на садик, потому что там нет домашних заданий, при этом довольно строгий процесс обучения. Дети туда приходят для того, чтобы готовиться, так скажем, к школьной жизни, чтобы учиться целый день, находиться практически в школе, с ними там больше играют. Ну, такая вот немножко расслабленная школа, но это уже подготовка к настоящей школе. Мы учимся в elementary школе. Там полноценные занятия проходят с домашними заданиями. Вот домашние задания у нас во втором классе выдаются каждый понедельник. То есть один раз в неделю выдаются домашние задания, и ты его в течение недели должен сделать. Там на самом деле, ну, на неделю там особо не задаются, потому что там всего на три дня типа задания. Ну, вот мы вчера делали домашнее задание, сделали его там буквально за полчаса по математике. Помимо математики задают задание по чтению. Ну, то есть читать ты должен во втором классе каждый день 20 минут. В третьем классе читать задают 30 минут. Ну, естественно, обучение идёт на английском языке. Сказать, чтобы какая-то была программа общая, образовательная для всех школ одинаковая, ну, тут такого нет. Каждый штат определяет свою программу. В зависимости от утверждённой программы они нанимают преподавателей. В начальной школе обычно преподаватели, один преподаватель ведёт основные предметы, и дополнительные преподаватели есть по музыке, по физкультуре. У них обязательными предметами являются математика, чтение, письмо. По-моему, сайенс — это что-то типа нашего природоведения, естествознания. В общем, там несколько предметов вот в одном предмете соединены. Обязательным является физкультура. Она не каждый день, но где-то, наверное, 3 или 4 раза в неделю. Я уже не помню по расписанию, но часто. Для начальной школы у нас форма физкультурная есть, а для... ой, точнее, наоборот, её нет. А для средней школы есть прям специальная физкультурная форма, которую надо купить. Она с логотипом школы, там шорты, майка, худи, где-то есть трико. Ну, в общем, специальная есть форма. В началке такой формы нет. Что касается школьной формы. В наших школах, в обеих, и в элементаре, и в хай-джюниор, у нас нет школьной формы. Но есть школы, в которых школьная форма предусмотрена. В некоторых школах даже есть специальные магазины, в которых шьют, ну, продают эту форму, вот, с логотипами школы. И родители вынуждены ехать в такие магазины и покупать форму для детей именно для этих школ. У нас, слава богу, нет, ну, как сказать, специальной формы. Дети могут ходить в школу в чём угодно. Вот. Ну, вот у Макса ему выдали худи с логотипом. У них очень популярно носить вот эту вот одежду с нашивками, элементами школьной символики. Вот. В младшей школе у нас вроде тоже есть майочки специальные, но мы пока ничего не покупали. Поэтому дети ходят просто по погоде. Можно джинсы, там, майку, свитер. Например, вот, без проблем пускают в таком виде в школу. Причём самое интересное, вот сейчас у нас там на дворе зима, примерно 14-15 градусов тепла. Ну, не скажу, что утром там бывает и 8 градусов. Ну, то есть довольно прохладно. И некоторые дети там приходят, кто-то в сапогах, кто-то в куртках. А есть дети, которые там, в основном, девочки приходят в шортиках, в маечке, в кроссовках. Ну, то есть тут, конечно, в школу одеваются кто во что гораст. Вот. Учителя тоже там специально какой-то одежды не имеют. У них единственное специально есть такой бейджик школьный, где написана их фамилия, фотография. Ну, это, наверное, больше для идентификации учителя, для того, чтобы дети запоминали своего учителя, знали, как его зовут. А так формы у нас нету. Главное, что в школу каждый день в одном и том же ходить нельзя. Вот. Надо хотя бы там свитер или там пуловер, там, ну, что-то такое, менять каждый день майку. Вот. В одной и той же одежде ходить в школу здесь нельзя. Мы, когда поступали в школу, у нас, в принципе, ну, может быть, потому что мы поступали уже ближе к концу второй четверти, нас не просили там покупать какие-то учебники, тетрадки, констовары. Я так понимаю, констовары, всякой там бумагой обеспечивают школу государства. Забыла упомянуть, сказать, что у нас обычная школа, не частная. Где-то 90% школ в Америке — это обычные паблик-скул. Вот. Они бесплатные. И финансируется государством. Ну, как бы люди платят налоги, и эти налоги поступают в фонды школы от государства. Ну, вот. И, как бы, тут есть такая прямая зависимость от районов проживания. Обычно в хороших районах, где дорогое жилье, где дорогая аренда недвижимости, обычно очень хорошие школы. Там, где жилье подешевле, там школы с низким рейтингом, и там, ну, как правило, качество образования оставляет живет лучшего. Также есть, помимо паблик-скулов, есть частные школы. В них тоже хорошее образование дается. В каждом штате школы обеспечиваются определенным графиком обучения и определенным планом по образованию. Вот. Очень много завязано на будущие заведения, в которых дальше дети будут учиться. Это высшие учебные заведения, в которых тоже могут быть определенные требования. Поэтому школы, которые находятся недалеко от этих учебных заведений, они, как правило, подготавливают детей к тем университетам, которые находятся рядом для того, чтобы обеспечить нужный уровень образования именно для университетов. Вот. Старший сын у нас учится в middle school. Его школа называется junior high school. Там дети учатся от седьмого до восьмого класса. То есть всего два класса, седьмой и восьмой. Вот. В общем, там, конечно, учиться посложнее, чем в elementary, потому что, ну, вообще там во всех школах довольно короткие перемены. Тебе надо успеть, там, прибежать с одного, там, кабинета в другой. Там все учителя разные. Там нету классов, как таковых, таких закрепленных. И в средней школе есть еще такая классная штука, что ты можешь, помимо основных предметов, там, математики, английского, сайенс, истории, физкультуры, выбрать дополнительные предметы, которые будут именно преподаваться для тебя, индивидуально, по твоему уровню. Ты это делаешь в начале года. Макс у нас тоже выбрал несколько предметов. Помимо каких-то дополнительных предметов, есть еще возможность вы изучаете иностранный язык. Вот. Но мы в этом году не брали иностранный язык, потому что как бы решили сконцентрироваться на английском языке. Но можно было взять еще французский, испанский, китайский. Вот. И дополнительно изучать еще этот язык. В этом году Макс взял дополнительными предметами, то есть он выбрал четыре предмета. Это Digital Exploration and Movie Making, Computer Science, Photography и Гитару. Но из-за того, что Computer Science и Photography уже были, так скажем, группы сформированы, укомплектованы, мест не было. Нам пообещали, что в следующем триместре можно будет его поместить в эти группы. А в этом триместре ему дали гитару и Digital Exploration and Movie Making. Вот. Мы уже занимаемся гитарой. Ну, в смысле, вот купили ему гитару, он начал заниматься. У них там периодически какие-то бывают концерты. После Middle School идет High School. Это уже прям конкретно такое образование индивидуальное. То есть там вообще в школах детей изначально, где-то, наверное, с третьего класса, очень часто тестируют на предмет их способностей, возможностей и делают акцент именно на вот их, так скажем, талантах. Вот. И, естественно, там High School тебе школа помогает определиться с твоими особенностями, с твоими талантами. И, конечно, ты уже к итоговому, так скажем, лайвелу в школе можешь выбрать те предметы, которые потом тебе пригодятся в университете и в твоей будущей профессии. Вот. Причем в паблик-скулах довольно хорошо даются предметы, особенно в хороших школах. Вот. И настолько высокий уровень подачи предмета, что ты можешь потом в колледже, когда ты поступать будешь, естественно, за деньги, ты можешь уже какие-то предметы не брать, потому что ты уже их прошел в High School. Какие-то ты даже уже мог начать проходить в Middle School. И, естественно, изучил их достаточно для университетского уровня. Вот. Ну, естественно, сэкономить деньги можно будет таким образом. Очень много внимания уделяется каким-то творческому развитию. Вот. Было очень много на выбор предметов, связанных с искусством. То есть там и театр, и пение, и хор, ну, музыка в разных вариациях, и пианино было, и рисование. Ну, то есть там прям вот, если ты хорошо рисуешь, то это может быть твоим каким-то одним из основных предметов. И ты можешь им заниматься. Прямо по школьной программе. Но как бы для тебя выбранный предмет будет индивидуальный. В школах, как правило, во всех, и в middle, и в high, и в elementary, мы получаем оценки в электронном виде. Ну, то есть никто никому не говорит, какие оценки ребенок получил, кроме как родителям. Нет вот таких классических родительских собраний. Есть собрания индивидуальные, которые проводятся несколько раз в год. Туда назначают appointment родителям. То есть это вот учитель приглашает родителя на индивидуальное собеседование и рассказывает про успехи ребенка. Рассказывает про то, что надо еще делать для того, чтобы помочь ребенку получать качественное знание. Вот. Но мы пока на такое не ходили, потому что мы пришли уже после такого собрания. Оно было где-то в конце ноября, а мы в школу попали в начале декабря. А вот оценки ставятся по, так скажем, 100% это пятерка. То есть там как-то от 90 до 100 это пятерка. И ставятся буквами A, B, C, D. И, по-моему, и еще есть. Вот. Но, кроме как родителям, никому эти оценки не сообщаются. Также вот в школу, ну так как у нас школа, у Макса школа начинается, занятие, первый урок начинается в 8.12. И заканчивается почти в 3 часа школа. У младших начинается в половину девятого и тоже примерно около трех заканчивается. Дети практически там больше полудня находятся в школе. И, естественно, им с собой надо давать какую-то еду, потому что в школе нет традиционной столовой, где ты можешь покушать. Есть, конечно, типа, ну за деньги там можно купить какую-то еду в школе, но обычно это такой фастфуд, который как бы, ну, желательно не есть. Вот. Поэтому мы с собой даем еду, ланчбоксы. У них два есть перекуса, вернее, один перекус и один ланч. Ланч — это длинное время в школе, где ты можешь поесть нормально, погулять. Вот. А обычно перемены там длятся, не знаю, не больше пяти минут. Вот. Но не скажу, что дети прям устают сильно, потому что приходят из школы довольны, идут в школу с удовольствием. Причем как и младший, так и старший. Вот. Да, конечно, они там бегают между классами, вот, суетятся, но вроде бы все нравится. Вот. По поводу частных школ, ничего не могу сказать особо, потому что мы их даже не рассматривали. Мы пошли сразу в бесплатную школу, потому что тут бесплатные школы очень хорошие. Мы тем более живем в таком районе, где школы в округе прям вообще шикарные. У школ есть рейтинг. Вот. Он начинается от нуля до десяти. Десять – это самый высокий рейтинг в школах. Рейтинг формируется на основе экзаменов, которые сдают дети в конце года. Вот. У наших школ рейтинг, насколько я помню, девятки. Вот. Ну, на самом деле, из-за того, что здесь очень много приезжих, здесь такой очень разноплановый рейтинг. В школах может меняться рейтинг как в сторону увеличения, так в сторону уменьшения, в зависимости от того, какие дети приходят в школу. У нас очень много в школе, ну, точнее, в обеих школах очень много азиатов. Они, конечно, дети очень хорошо учатся у них, и они делают очень хороший рейтинг в школе. Русских тоже очень много. У нас вот у Вовы и у Лёши в каждом классе по четыре русскоговорящих ребёнка. Они из разных стран. В основном из России, Украины, Белоруссии. Вот. Но говорят по-русски. Конечно, на уроках там особо они не говорят по-русски. Но на переменках между собой иногда разговаривают, но, судя по рассказам детей, ну, особо и не разговаривают на русском, потому что стараются там в школе учить английский язык. Все школы здесь привязаны к районам, то есть таким микрорайонам. При этом, например, если, допустим, elementary school здесь много, а, например, middle school мало, то middle school может быть привязана к нескольким районам. В общем, это к чему я? Просто так вот в любую попавшуюся первую школу ты пойти не можешь. Ты можешь пойти в школу только по твоему району. Собственно, поэтому люди ищут жилье возле хороших школ, потому что в хорошую школу, чтобы попасть, надо жить именно в этом районе. Мы первый месяц не могли попасть в школу, потому что здесь для того, чтобы попасть в школу, ты должен доказать, что ты живешь в этом районе. Что значит доказать? У тебя должен быть или купленный дом, ты должен показать документы на владение этого дома, или должен быть rent agreement на твое имя, то есть договор аренды, что он на твое имя, и ты действительно проживаешь в этом районе. И еще нужен оплаченный какой-то счет, в котором указано, что этот счет пришел именно на тот адрес, который ты указываешь в своем месте проживания. Поэтому первый месяц из-за того, что мы жили на квартире, которую снимала нам компания, мы не могли устроиться в школу, потому что могли доказать, что мы живем именно в этом районе. Потом, когда уже с вами сняли жилье, естественно, мы показали лица грима, показали счета, и нас тогда уже взяли в школу. По поводу английского языка. Естественно, все образование идет на английском языке, поэтому детям английский язык знать нужно, но мы как-то по этому поводу не особо переживали, потому что в школах есть специальные программы, которые называются English as a Second Language. Это такие программы, когда ребенок приходит, его тестируют на уровень английского языка и понимают, что его недостаточно для того, чтобы получать на него образование, и помогают ребенку в изучении английского языка, то есть для этого делаются дополнительные уроки английского языка, ему помогают его изучать в такой более активной форме, ускоренно. В некоторых школах вот эта программа, она предусматривает еще, помимо прочего, более простую программу общеобразовательную, то есть если у тебя плохо с английским, то делается упор больше на английский язык, но сами предметы, они идут по более простой форме, то есть более простые уровни предметов идут основных. У нас такого нет в наших школах, то есть у Макса, например, у него программа общая со всеми, ну то есть программу не облегчали из-за того, что у него английский не такой хороший, просто сделали дополнительные уроки английского языка, на которых он занимается преподавателем. У мальчиков в elementary school тоже такой программы специально, ну как бы упрощающей, так скажем, тебе жизнь нету, но на мой взгляд, с одной стороны, это хорошо, потому что ты по основным предметам не отстаешь. Что еще хотела сказать, вот при поступлении в школу нам дали такие бумажки, в которых написали, что мы будем проводить тестирование у всех детей по английскому языку, и у Макса еще будет тестирование по математике, для того, чтобы понять, какой уровень математики ему давать, какому уровню математики он соответствует. Вот, и у Макса уже было это тестирование, называется тестирование iReady, вот, и там было очень много вопросов, он часа полтора или два сидел на этом тесте, решал, вот, выяснилось, что он соответствует седьмому классу, вот, и ему, как бы, дают программу седьмого класса. Бывают такие дети, которые приходят в школу, допустим, при переводе из одной школы в другую, или приезжие дети, и они, например, показывают по результатам теста более высокий уровень математики, вот, и им назначают программу с заданиями, которые идут, например, там, не седьмой класс, а седьмой-восьмой. Или была это вот, ты учишься в седьмом классе, а тебе дают программу восьмого класса математики, вот, просто учитель дает тебе задания более сложные и с другого уровня, при этом ты можешь сидеть с детьми на одном и том же, в одном и том же кабинете, заниматься с ними. У младших детей, у них нету, вроде, тестирования по математике, во всяком случае, ничего такого не проводили, вот, но по английскому языку сказали, что будет тестирование у всех, ну, вот, как раз для того, чтобы определить уровень, и насколько много надо будет дополнительных занятий по английскому языку для того, чтобы подтянуть их уровень. Но пока что мы не видим сильной вот этой вот проблемы, да, незнания языка, потому что они очень быстро всё схватывают, учитель старается всё объяснить, дети, которые русскоговорящие в классе тоже постараются помочь, вот. Ну, и мы там домашнее задание тоже, когда решаем, стараемся каждое слово там переводить, запоминать, вот, потому что, в принципе, с самой там математикой проблем нету, а вот просто задание перевести, ну, я им помогаю. Вот, так вот, в целом, поступить нам в школу было, в принципе, не сложно, тут обязательно для того, чтобы в школу поступить, надо иметь прививочную карту, та, которая у нас-то в Казахстане была, она не подходит, поэтому надо было просто все прививки перевести, отправить их врачу, врач бы заполнил свою собственную карту, и эту карту передают в школьный дистрикт. А помимо прививочной карты надо было обязательно сдать тест на туберкулёз и доставить все недостающие прививки, которые необходимы по медицинскому, так скажем, плану в Америке, вот, всё это нам сделали довольно быстро, по страховке, вот, ну, вот, у них есть какие-то определённые прививки, которые, например, у нас они необязательные, вот, а у них обязательно, например, там, от ветрянки, практически всем детям делают по сезону прививку от гриппа, вот, две прививки делаются с периодичностью в месяц. Вот мы все вот эти вот вещи сделали, все эти документы отправили, и нас приняли в школу, вот, и мы уже вторую неделю входим в школу, довольные, счастливые. Вот, надеюсь, через какое-то время мы расскажем про результаты, вот. У нас в школе есть ещё Вовы, у них проект есть, они пишут свои собственные книги, и вот мы заказали, они вот буквально уже заканчивают, и мы заказали, и нам книги эти напечатают. Но очень прикольно, то есть они выбирают тему, они пишут какие-то описания, рисуют картинки к этой книге, иллюстрируют её сами-сами дети. И потом, как авторы выступают этих книжек, их печатают, можно книжки напечатать для школы, можно книжки взять домой, вот. Вот, также вот у них обязательно ты должен пополнять свой фонд книжный дома, вот. И вот когда ты заказываешь книжки специальным кодом школьным, то в школе точно такие же книжки присылают туда, вот. Вот, поэтому, вот, они очень стимулируют детей читать, естественно, все книжки очень красочные, все книжки такие современные, интересные, вот. Ну вот книжки, когда придут, я покажу, какие книжки, они, естественно, для разных возрастов, мы выбрали чуть-чуть полегче, чем те, которые положены им по возрасту, вот, для того, чтобы начать читать, начать приучать детей к чтению. Вот такая вот информация про школы, если будет что-то еще интересное или интересующее вас, можете задавать вопросы, я постараюсь на них ответить. Всем пока-пока!